На месте бывшей детской больницы Нахимаше найдены человеческие останки. Там сейчас строится бизнес-инкубатор молодежный. Человеческий череп и кости были обнаружены, как только началась стройка. Подробности у Людмилы Чекал. Здесь, на месте бывшей детской больницы, начато строительство бизнес-инкубатора молодежный. И тут, неподалеку, когда Горводоканал начал прокладывать трубы, были обнаружены человеческие останки. Рядом церковь Николая Чудотворца. Возможно, здесь было церковное кладбище, и в советские годы его снесли. О том, что рядом с храмом до середины прошлого века было кладбище, говорят старожилы. Одни его сами видели, другие слышали о погосте от своих родителей. Вот только было оно, по их словам, не на месте больницы, а чуть дальше, там, где сейчас возвышаются многоэтажки. Слышал, что где-то здесь, я не уверен, что оно было здесь, но что оно было рядом с храмом, это абсолютно точно. Кладбище были вот за этими домами, там кладбище были. А здесь вот откуда могли взяться человеческие останки? Здесь, сейчас? Не знаю, не знаю, всю жизнь вот жили мы тут, не знаю. Но я знаю, там вот кладбище были, а здесь не знаю. Но если кладбище находились дальше, откуда взялись человеческие кости на территории детской больницы? По мнению, горожан, может, и не с кладбища вовсе. Здесь клуб был раньше, говорят, но не знаю. В танках почему-то развеселило. Нет, не слышала вообще ничего такого. Нет, я не знаю. Наверное, потому, что вся эта история на детективную чем-то смахивает. При раскопке канавы для водопровода найдены человеческие кости и череп. Оказаться свидетелем такой истории в обычном провинциальном городе, пожалуй, и правда забавно. Строительные службы, обнаружив находку, сразу сообщили о ней в правоохранительные органы. И вот им теперь не до смеха. Особенно, если останки окажутся не вековой давности, а вполне себе свежими. Сейчас в этом месте ничего не найти. С человеческими останками работает Следственный комитет, чьи они будут установлены в ближайшие месяцы. Людмила Чекал, Павел Толобаев. Наши новости.